И опять в Черноморском Сегодня не так жарко опять Вон Марина говорит, ой, 23 будет всего Да это же замечательно, 23 Ну, дождя мы так и не дождались К сожалению Надо же Давно хотела вот такого цвета перламутр Хотелось бы, конечно, еще и крупненьких Ну, ладно Крупненьких нет А то все розовые, да вот эти вот желтые Мне вот хотелось вот такой цвет Здравствуйте, мои дорогие Вот такая у нас погода сегодня То солнышко выйдет, то спрячется В общем, продолжение вчерашнего дня Еще с утра синоптик обещал дождь Но почему-то, как всегда, никакого дождя нет Просто пасмурно временами и все Народ весь вот там У моря Не, ну я не пойду сегодня по морю Мне надо по другим делам Это удел отдыхающих Как мне жалко, у меня вот такой олеандр Погиб Зимой Но все равно Этот не тот олеандр, который в Турции Я-то думала, что будет как в Турции Такими большими цветами Они не такие Ну что, бойко идет торговля Мальчишки скучают, пока мамки выбирают А я на почту Я вчера поглядела на эту очередь А мне нужно, Саша, отправить посылку В Питер Ну вот сумки Мне кажется, это не очень удачный выбор Торговать тут сумками Тут мелочевка всякая Идет Пляжная Да какие-то дешевые украшения Да всякая вот эта Дребедень Знаете На которую вроде не так жалко Затейник Потом выбросится Так, ладно Со второй попытки Отправила Сашке посылку Вы знаете Что-то я устала От этой движухи От этих Толб народа В магазинах На почте Отправляют посылки Чего они отсюда отправляют? Причем далеко Передо мной стояли Мама, видимо, с сыном Ну, с таким уже С обзросленьким Отправляли две посылки Куда-то на Дальний Восток На 13 тысяч рублей Две посылки Что они там В них отправляют? Не знаю Наверное, что-то тут есть такое Может быть, чего у них там нет? Или так дорого? Что-то у меня в голове не укладывается В общем, везде народ Да, зимой, конечно, тоскливо и нудно Но хоть придешь в магазин И не стоишь в эту очередь А тут прям даже вот Я вчера вот не купила себе курицу Или индейку За индейкой надо идти в яблоко Я как представлю там Еще такая погода пасмурная Народ по улицам болтается Не на пляже лежит Это ж удавка Совсем не хочется Да Вчера, кстати, уносил вечер мусор Мужчина тоже выбрасывал целый арбуз Такие арбузы завезли, что ли, в Черноморск Которые есть нельзя Которые уже гнилые А дыни я не люблю Да и дыня вот так попадется Очень сладкая Как-то я не хочу рисковать сильно Ну ладно Надо идти Передохнула Пойду Че делать-то Раз уж выехала Я сегодня, между прочим, второй этаж убрала У меня утро не прошло Просто так Готовлюсь к приезду Потихонечку Да там, собственно, убирать-то Пол помыла Да пыль протерла Но все равно Это мне вот надо Ведро тащила на второй этаж С водой Три раза Воду меняла Были еще надуло столько Так что время Ушло на это Ну ладно, пойдем А, мне еще надо В канцелярский зайти в магазин Ой, неужели там тоже лучше идти Как вчера Ой, наверное, пойду я в оптовичок сразу На цыганском рынке У меня батарейки надо купить У меня сели батарейки Давление не могу померить Ладно Все равно идти Вот, пожалуйста, заросли Это вот что Танюшка купила Аж за 500 рублей Якобы кружевник без колючек Его даже На участки не сажают А сажают за забором Потому что он От него не избавишься Тюрьмой-тюрьмом Короче говоря Ну вот Такая пыль Чего нам Бог не дает Дождичка-то А? Прям смотреть не на что Одна пыль Деревья желтеют Лиси с них летят У меня уже весь двор Тут бы дождей надо Неделю Чтобы опять Все зазеленело Но нет Это, видимо, не для нас А эти Превращаются Видите, в какие заросли Если за ними не следить Не убирать деток этих Ну только что Одна радость Через забор Никто не полезет А так Жуть Вот Что у меня было Тоже на крыльце До балкона Тут большие такие Два дома гостевых У них все время Машин 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 Все места заняты Прямо Очень такие добротные здания. Ну что, умеют люди деньги зарабатывать. Я не завидую, но я таких людей уважаю. У которых вот так это всё хорошо сделано. И у них и зимой люди приезжают. Тоже машины стоят. Дорога тут очень плохая. По этой улице. Видите, что творится? Всё засыпано с деревьев. Вот тут вот мне нравится. Смотрите, вот как облагородили. Да, вот сделали как. И у них в одном стиле. Ворота такие же. Давайте посмотрим. Качельки. Сразу видно, детей много отдыхать. Я говорю, вот тут хоть по Первомайской выложили в тротуар. Ой, какая была тут дорога ужасная. Это просто камень на камне, яма на яме. Ходить было просто невозможно. Ноги переломать можно было. Ну, люди ко всему быстро привыкают. Уже этого не замечают. Ворчат, что всё не так, всё не эдак. Быстро забыли, по каким дорогам ездили, по каким ходили. Какие были поликлиники, школы, больницы. Вы знаете, ветеринарки лучше были, чем больницы для людей. Слушайте, дождичек капает. Да ладно. Ой. Надо же. Неужели дождались? А, да. А я без зонта. А? Ну ладно, я сейчас постараюсь побыстрей. Сказала я. Буквально бегом. Бегу. Ну уж как получится. Ну и ладно, подумаешь, промокну. Столько ждать дождик. Можно и промокнуть. Так, ладно. Пришла на цыганский. Вот какие-то всё возводят заборы. Вот это. Тут и так не широкая дорога. Вот эту стену возвели. Раньше было так удобно. Вот тут был проход. Рынок-то ведь когда цыганский, он и тут, и с той стороны. Раньше тут прошёл, уже люди тут торговали. А теперь надо идти аж вон туда, чтобы на ту сторону пройти. Всё для людей. Женщина метёт. Представляете? Вот эту территорию мести. Вообще. Ну пусть тут деревьев нету, но всё равно же есть. А, но эти не облетают. Так, ладно. Лунарды играют. Мужички. Смотрите, какие мелкие. Боже мой. Какие мелкие-то, господи. Мопопосенькие прям. А эти покрупнее. Ну и всё. Дождика нету больше. Покапало чё-то. И всё. Так, сейчас в оптовичок схожу. О, на второй этаж лезу. Открылся магазин. Одежда, обувь из Турции. Сейчас посмотрим. Вот он. Моя ты, мраша. Зря поднималась. Очередное дерьмо. Вьетнамское, китайское. И несколько футболок из Турции. Ой, господи. Посмотрите на качество. Пошмар. Господи, где они это берут? Дождик. Дождик. Покапал. Даже крыши сухие. Даже с крыши не капает. Если это дождик, то я испанский лётчик. Вот отсюда вот капает немножко. В общем, это не дождик. А я слышу, что-то такое. В общем, столько ожиданий. Там вон даже асфальт сухой под акацией. Даже не промочила сквозь листву. Да. Вот и весь дождик. Вот, сделала докупаж на мыле. Ну, мало ли, знаете, какой-то презентик можно там кому-то сделать маленький. Бывают такие случаи. Вот. Всё очень просто. Вырываете кусочек из салфеточки. Мочите кисточкой мыло. И разглаживаете. Вот такое вот получается. Надо ещё придумать, во что это дело упаковать. Вот. Ну, а это у меня цемент. Возон будет здоровый. Скажем так, двухэтажный. Ну, а я всё подметаю. Ой, до чего работа бесполезная. Это ужас. Как дворник. Это надо прям вот как на работу. С утра местишь. К вечеру то же самое. Просто вот. А что, ветер сильный. Деревья, листья сохнут. И всё летит. Он летит, и летит, и летит оттуда. Дождя так и. Это не дождь, а какое-то издевательство. Дождь. Покапало пять минут. И всё. И весь дождь. Что подруга? Покормила её. И она сидит около дома. Грустная она такая, кошка. Грустная она такая, кошка. Так больная вся, конечно. Кто-то её то ли бил, то ли, не знаю, то ли собаки подрали. Но ничего. Приходит, поест. Посидит. Потом куда-то уходит. Вот и всё. Солнышко садится. А что я? Солнышко садится. Надо бежать. Господи. Ну что, я опять проворонила. Я никак не привыкну к времени к этому. Без пятнадцати восемь уже вон всё. Что ж такое-то. Прям день уменьшается. Просто вот на глазах. Не успеешь ничего поделать, уже всё темнеет. Да, девчонки, скоро осень. У нас сегодня всего 23 градуса. Вчера было и сегодня. А я приехала из Черноморска. Толик меня привёз. Пообедала. И арбузика поела. И что-то мне стало так холодно. Я легла, накрылась, притащила одеяло, накрылась и никак согреться не могла. Но не уснула, потому что Саша позвонила. Саша позвонила и я встала. Говорю, Саша замёрзла. И хожу в кофте, видите. Крымчанка ядрёная. Акклиматизировалась. 23 градуса, холодно мне. Ну а как? А Саша с Даней поехали в приют для кошек. Ну, они ездят туда, в приют. Всё покупали там на свои деньги. Ну, они покупают там корм, наполнитель, пелёнки. А тут Саша говорит, что-то я взялась и буквально за два часа, что ли, три с чем-то тысячи набрала денег. Я даже не спросила, ну, звонила, наверное, друзьям или кому. Вот, говорит, накупили, своих денег ещё подложили и повезли. Я говорю, Саш, поснимай. Мало ли, может быть, питерские, кто увидит, может, понравится, какая кошечка, может, заберут. Уговорила поснимать. Они зданий молодцы. Они, конечно, такие домоседы, но вот для таких дел находят время и выезжают, что вот этот мусор разбирают, сдают, возят. По приютам вот они ездят и вообще волонтёрствуют. Молодцы. Прям вот я это очень приветствую. Активные в этом отношении они, ребята. Так что вот такие вот дела. Ну, ладно, мои золотые. Опять к вам обращаюсь каждый день. Пишите, пожалуйста, комментарии и лайки ставьте, Ну, если вам понравилось, конечно. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Это тоже хорошо. Во-первых, я вижу, кому нравится, кому не нравится. Ну, не то, что я вижу, кому, но я вижу, что есть люди, мне нравятся. Значит, можно что-то, нужно, может быть, поменять. Вот. Ну, а так, собственно, и что я снимаю-то? Как живу, так и снимаю. Я же не придумываю ничего. Да и что я могу тут придумать? Так что вот такие вот дела. Давайте, мои лапочки, давайте, не болейте и не грустите. Берегите себя, берегите своих близких, отдыхайте. и завтра снова бой. Давайте, мои золотые. Пока. До завтра. Всем хорошего вечера и спокойной ночи. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok